Здравствуйте! Сегодня в выпуске. Новые ограничения ковид вступили в силу в Шотландии, Уэльсе и Северной Ирландии. Рождественское послание королевы было самым популярным телешоу на Рождество. На территории Виндзорского замка был задержан вооруженный мужчина. Городской совет города Барро-Ин-Фернес в Англии открыл вакансию хозяина паба, смотрителя за гостиницей и монарха острова Пил. Онлайн-расистам запретят в Великобритании посещать футбольные матчи. Компания «Малый бизнес» в субботу возвращается уже девятый год подряд. А также об этом и о многом другом в выпуске новостей. В студии Олег Хилл с выпуском самых актуальных новостей в Великобритании на 27 декабря. Теперь обо всем сказанном подробнее. Новые ограничения ковид вступили в силу в Шотландии, Вельси и Северной Ирландии, поскольку страны пытаются остановить распространение инфекции. Все три страны ввели ограничения на индустрию гостеприимства и досуга, а также возобновили правила социального дистанцирования и наложили ограничения на размер собраний. Каждая из трех стран, которые повторно наложили ограничения, выбрали разные правила, но все они имеют ограничения на размер собраний, требования к соцдистанции и более жесткие правила для пабов, ресторанов и мест отдыха. Начиная со вчерашнего дня в Шотландии, мероприятия в помещениях будут ограничены до 100 человек, если они будут стоять, или 200 человек, если они будут сидеть, в то время как мероприятия на открытом воздухе будут ограничены до 500 человек. На публичных мероприятиях потребуется физическое расстояние в один метр. Я даже не представляю, как можно стоять с незнакомыми людьми ближе, если только вы не находитесь в метро в час пик. А с сегодняшнего дня пабы, рестораны, театры, кинотеатры и тренажерные залы должны обеспечивать расстояние в один метр между группами людей. Группы людей, которые собираются, будут ограничены тремя домашними хозяйствами. Обслуживание столиков потребуется в заведениях общественного питания, которые предлагают алкоголь, то есть возле стоек барных никого обслуживать не будут. Новые ограничения в Уэльсе с Рождества. В пабах, кинотеатрах и ресторанах могут встречаться не более 6 человек. Мероприятия на открытом воздухе ограничены до 50 человек, а максимальная вместимость для мероприятий в помещении, в том числе в частных домах, составляет 30 человек. В офисах и в общественных местах потребуется двухметровое социальное дистанцирование. Ночные клубы должны закрыться. С воскресенья в Северной Ирландии ночные клубы должны оставаться закрытыми, а мероприятия в закрытых помещениях запрещены. Затем с 6 часов утра сегодняшнего дня пабы, кафе и рестораны должны будут обслуживать только столики. Вместе сидеть можно будет не более чем 6 людям из разных домохозяйств. Ну что же, мы в Англии ждем до сих пор, что же скажет Борис Джонсон сегодня днем. Какие ограничения нам придумает на Новый год? Рождественское послание королевы, в котором она трогательно рассказывала о своем покойном муже и сочувствовала семьям, потерявшим близких, было самым популярным телешоу на это Рождество. Согласно ночным рейтингам, праздничное выступление королевы на BBC One, ITV и Sky News увидели более 8 миллионов 96 тысяч зрителей. В своем первом ежегодном рождественском послании после смерти принца Филиппа 95-летняя королева назвала его своим возлюбленным. Рождество может быть тяжелым для тех, кто потерял близких в этом году. Я особенно понимаю, почему, сказала она в предварительно записанном 10-минутном обращении в 3 часа дня по Гринвичу. Ну а пока королева готовилась к своей речи, на территории Виндзорского замка был задержан вооруженный арбалетом мужчина. Об этом со ссылкой на данные полиции сообщает Sky News. Инцидент произошел около 8 часов 30 утра. Офицеры полиции задержали 19-летнего мужчину, который проник на территорию королевской резиденции. Санды Миррор сообщила, что арест произошел после того, как диспетчеры службы безопасности, которые наблюдают за системой. Простите, уберем его звук. То есть вы слышали, как он исказил свой голос, чтобы его не узнали. Сотрудники безопасности, которые наблюдали за видеонаблюдением, заметили человека, который что-то несет с собой, похожее на арбалет. Источники сообщили, что возможно он использовал веревочную лестницу для того, чтобы перелезть металлический забор. Как сообщается, предварительно записанное сообщение, которое вы сейчас видите, было отправлено Джасвантом Сикхом Чайлом своим друзьям через снапчат в 8 часов и 6 минут утром за 24 минуты до того, как он был арестован. Он был замечен камерами наблюдения, блуждающим по королевскому саду. На видео он говорит, мне очень жаль, я прошу прощения за то, что я сделал и за то, что я сделаю. Я попытаюсь убить Елизавету, королеву королевской семьи. Это месть за тех, кто погиб в бойне за Джиллиан Вала Баг в 1919 году. Также это месть за убитых, униженных и дискриминированных из-за их расы. Я индийский Сикх. Меня звали Джасавант Сингх Чайл, а теперь меня зовут Дарт Джонс. Да, судя по тому имени, которое он себе выбрал для того, чтобы напугать королеву, напомню, он выбрал имя Дарт Джонс, скоро могут запретить к просмотру фильмы с Дартом Вейдером. Так что смотрите, пока есть время. Ну а если вас не пугают сумасшедшие, которые пытаются убить королеву, то вы можете стать королем. Городской совет города Barrow-in-Fairness в Англии, соответственно, открыл вакансию хозяина паба, смотрителя за гостиницей и в тот же момент монарха острова Пилл. Об этом 20 декабря написала газета Guardian. Разыскивается человек, который имеет опыт работы в пабе, который испытывает любовь к изоляции и готовый отметить свое назначение, сидя на троне и поливая голову пивом. Именно так отмечено в публикации. Из минусов работы отметили плохую погоду, среди плюсов возможность наблюдать за тюленями и птицами, которые тоже находятся на острове. А также наслажаться потрясающими закатами. И если у вас проблемы с самооценкой, значит, что вы действительно будете королем или королевой. Кандидат должен управлять гостиницей и пабом, которые вы можете видеть на этом острове. Остров небольшой. И также нужно управлять всем островом. Коронация короля Пила проводится с использованием ржавой сабли, а на голову ему выливают ведро алкоголя. Как вы видите, на этой фотографии это предыдущий король вступает в свои права. Остров Пиль находится в 800 метрах от полуострова Фернес. До него можно добраться на пароме, который курсирует с апреля по сентябрь, или во время прогулки с гидом. Ну что ж, неплохая вакансия, если хотите стать королем. Судьям было приказано отказаться от термина постмен и заменить его на postal operative в соответствии с новыми руководящими принципами, которые призваны сделать залы судебных заседаний в Великобритании более гендерно-нейтральными. В 566 страничном документе начальники судебных органов и трибуналов также советовали не называть женщин дамами, поскольку этот термин считается покровительственным. Критики заявили, что руководящему органу следует вместо этого сосредоточить свои усилия на решении текущего накопившегося числа случаев, вызванных пандемией ковид, сообщает газета Sun. Дело в том, что в настоящее время в королевских судах Англии и Уэльса ожидают рассмотрения более 60 тысяч дел. А они на данный момент занимаются тем, что запрещают слово почтальон. Ну и почтальонша соответственно. Это названо идиотским предложением. Ну что ж, не знаю, как дети отнесутся к тому, что их любимый постмен станет гендерно-нейтральным. Публикующим в социальных сетях расистские посты британцам могут запретить посещать футбольные матчи в Англии и Уэльсе на срок до 10 лет. Именно с такой инициативой выступила министр внутренних дел страны Прити Паттель, сообщили в издании Guardian. Политик подчеркнула, что расизм неприемлем и слишком долго футбол омрачался этим постыдным предрассудком. Те, кто несет ответственность за расистские оскорбления в интернете, должны понести наказание. Изменения в законе, о которых я объявляю, сказала она, обеспечат запрет на посещение ими футбольных матчей, говорится в заявлении Паттель. Как отмечают в издании, новый закон в форме поправок к законопроекту о полиции и преступности, а также вынесении приговоров в судах, примут в начале 2022 года. Работа над проектом началась после того, как премьер-министр страны Борис Джонсон заявил, что правительство изменит меры наказания для онлайн-расистов. Но у меня создалось впечатление, что онлайн-расисты смотрят футбол тоже онлайн. Так что им эти запреты до лампочки. Лондонцам настоятельно рекомендуется помочь любимым кафе и маленьким магазинам возле своих домов поддержкой в соцсетях, разместив пост и разослав своим знакомым адреса и товары магазинов возле домов, рядом с которыми вы живете. Вся эта компания называется «Поддержите малый бизнес». Именно поддержите его тем, что разместите хороший обзор в соцсетях о магазинах, которые находятся, предположим, у кого-то дома, то есть частные компании. Компания «Малый бизнес» в субботу возвращается девятый год подряд и призвана помочь местным независимым предприятиям Лондона получить столь необходимые дополнительные доходы в эти праздничные выходные. На самом-то деле, я думаю, что это нужно не только в Лондоне, а по всей стране, даже по всем странам. Давайте поддерживать «Малый бизнес». И я сегодня устрою такую акцию и поддержу этот «Малый бизнес». А также разрешу вам тоже это сделать. Вот, например, тортики домашней работы от компании «Свитби Десертс». Тортики и пирожные, которые вы не раз уже видели, они действительно прекрасные. Вы можете купить их с доставкой на дом или приехать забрать сами, если вы живете на юге Лондона. А также парикмахерская на дому. Это «Анютка Хайр Дизайн». Именно эта «Анютка» делает мою прическу в последнее время. И та, и другая компания находятся на юге Лондона. Ссылочки будут в первом комментарии. Вы можете кликнуть и зайти к ним в Инстаграм, посмотреть, что у них есть и найти там все контакты. А вам сегодня я также разрешаю порекламировать свои услуги в комментариях. Но только сегодня. В другие дни я такие комментарии буду удалять. Ну, будем считать, что это мой вам подарок на Рождество. А теперь мы переходим к погоде с Игорем Павловым. Всем доброго времени суток. Вы на канале русских новостей Соединенного Королевства. Надеюсь, вы хорошо провели Рождество. А то одна моя знакомая гадала на Рождество. Залила соседей, спалила полквартиры, попала с окна ботинков какого-то мужика. Приехала полиция, пожарный, скорая. Теперь сидит и думает, кто из них ее суженый. Хоть и праздничное настроение, но на улице льет как из ведра. В районах Йоркшира возможны потопы. Если вы там живете, пожалуйста, напишите в комментариях, какова там обстановка. Туман продолжается на всей территории Англии. Сильные дожди и ветер переместятся теперь на южный берег Англии. На севере страны и Шотландии будет туман и переменная облачность. Средняя температура Шотландии плюс 3, плюс 6 градусов. Центральная ее часть и плюс 7, плюс 9. На юге хоть и ветра, но температура немного теплее, плюс 10, плюс 12 градусов. Раз в год перед Новым годом мы с моей женой помогаем одной малоимущей семье. В этом году выбор выпал на семью из Латвии. В семье двое детей и они ожидают еще и третьего. Из-за пандемии они потеряли работу и жилье. Переехали в деревню, в дом без ремонта. Если есть желающие помочь семье встретить Новый год с отремонтированной печкой, реквизиты будут под видео. Если есть какие-то вопросы, пишите мне лично. Всем хорошего дня, прекрасного настроения и до скорой встречи в новом выпуске. Спасибо, Игорь. Да, вот такие добрые дела у вас есть шансы сделать. Можете посмотреть на то, что сказал Игорь еще раз. Вы можете помочь малоимущей семье из Латвии. Ну а ссылочка на профиль Игоря и счет, на который вы можете помочь, будет тоже в описании ролика. Ну а других новостей на сегодня больше нет. Я думаю, что встретимся с вами или завтра в следующем выпуске новостей, или сегодня, когда Борис Джонсон объявит о своем решении устраивать нам карантин или устроить нам праздник на Новый год. В студии был Олег Хилл. Встретимся с вами в следующем выпуске.